друзья всем привет это 12 посылка по сборке форда мустанга элеонора в 12 посылке идет подарок так как я брал премиум версию подписки это идет сам столик ну подставка сама и набор деталей сейчас я уберу подставка выглядит вот так она пока запакованная ее не распаковала чтоб она просто не запылилась потом я уберу в чехольчик и подожду и не помню там 20 или 20 какой-то посылки где будет уже акриловый бокс поверх нее и уже тогда распакую и она пойдет на свое место ну а теперь перейдем к набору какие у нас тут номера и какие детали мы будем собирать в этом выпуске сейчас я уберу подставку и начну распаковку и дальше уже сборку итак в комплект стандартные 4 комплекта деталей и журналы еще у меня почему-то был комплект таких каких-то болтов может быть что-то порвалось вылетела или просто случайно положили а может быть просто не хватало доложили так как не хватало а кстати вот крепление откуда выпало а вот порвался пакетик все значит это все отсюда сам журнальчик номера у нас 43 46 сама сборка сейчас быстренько посмотрим так это у нас идет 43 передние подкрылки рулевая тяга рулевая рейка так кронштейн стабилизатор и рулевой редуктор и передний стабилизатор вот это видимо 4 до 4 комплекта детали которые мы установим уже на наше шасси так что не будем медлить погнали собирать и так сборка тут достаточно простая комп всего две детали это у нас тут подкрылки их надо установить на два места и закрутить четырьмя винтами тут на подписано на не что это левое это правое так что перепутать будет нереально тут ничего сложного установить на свое место то есть это право на правую сторону и закрутить двумя винтами сейчас к этому и приступим и Продолжение следует... И по идее сборка у нас закончена, одного комплекта деталей, и перейдем уже дальше. Для сборки нам понадобится то, что мы собрали где-то в самом начале, это как раз передние колеса. Кстати, спасибо подписчику, он сказал, что у меня неправильно установлена была резина. Но проблем тут не возникло, просто поменял колеса местами. И резина теперь правильно установлена, просто поменяв колеса местами. Приступим к сборке. Кстати, детали вот эти металлические идут, слышно как гремят. Первым делом нам надо собрать, соединить все эти рычаги и уже соединить вместе, ну, установить на места, которые тут уже есть, то есть закрутить только винтами. Продолжение следует... Продолжение следует... И вот, по сути, у нас собрана рулевая рейка с рычагами. На этом, по сути, все. Видимо, дальше мы уже где-то установим, видимо, в этих номерах на шасси, поэтому переходим дальше. И так, план действий. Значит, первое установить вот эту пластиковую деталь на нашу рейку, ее закрепить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, с этим закончили. Пока это отложим. И надо установить вот эти элементы. Это написано, как по инструкции, рулевой редуктор. Его надо прикрепить. И, если не ошибаюсь, он устанавливается с правой стороны... С левой стороны сюда. Сейчас перевернем. Ну да, место подкрепления есть. Переворачиваем. И нам надо закрутить одним винтом. Так, с этим мы закончили. Теперь две металлические пластины нам надо установить в их крепление, которое тут есть. Как раз это, видимо, кронштейны для рулевой... Ну, дальше для рулевой рейки. Они одинаковые. Я не вижу, в чем разница. Поэтому можно устанавливать как угодно. В том плане, что нету левой и правой стороны. Та-дам, сборка пока закончилась. Переходим к 46-му комплекту деталей, к переднему стабилизатору. Так, вот он наш стабилизатор. Он пластиковый, два металлических штифта и включаются винты. И мы, видимо, все будем крепить уже вместе с рулевой рейкой и колесами. Как раз, чтобы полностью шасси было собрано именно на колесной базе. А устанавливается это все, видимо, вот так. После этого нам надо закрепить штифты, которые тут есть, попав в отверстие. На помощь мне придет пинцет, чтобы зажать. Так, проблема попасть только в отверстие. Так, сейчас я быстро это сделаю, чтобы попало во второе отверстие. Штифт я вставил, он просто чуть-чуть кривой был, поэтому было проблематично. Переходим дальше. Нам надо теперь прикрутить два держателя стабилизаторов. То есть, обратно переворачиваем и винтами надо просто прикрутить сюда, где и все. У него будет как раз запас вперед-назад, тут видно, в принципе. После этого снова переворачиваем и теперь нам надо одеть, так, аккуратненько, одеть нашу переднюю ось. Вставив во все, куда надо этот штырел как раз рулевой редуктор. Очень странно указано на инструкции, надо вставить вот этими местами как раз стабилизатор наш и этот какой-то механизм рулевой рейки вставить в редуктор. Но по факту, если мы снизу будем одевать, у нас просто все не встанет. Видимо, или там накосячили, или просто... Ну, итоговый вариант там показан как раз вот так должно быть. И я буду делать как конечная картинка, то есть просто это все закреплю. Ну, пока просто наверну. Вот и как-то так у нас будет это дело работать. И вот как-то так у нас сейчас все установлено. Все поворачивается, все ровненько. Осталось только верхнюю часть сюда, чтобы выровнять колеса. Верхние распорки, так сказать, чтобы были установлены. И по идее все видно то, что стабилизаторы работают как раз вперед-назад. Тут есть небольшая плавность, но я думаю, это все еще изменится, станет более жесткое, как вот сзади. Но это уже в следующих частях, на этом сборка у нас закончилась. Спасибо, что посмотрели данное видео, надеюсь, вам было интересно. Обязательно оцените его, напишите в комментариях, что вы думаете о деталях. Может быть, у модели в целом, может быть, есть какие-то еще комментарии. Также не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски по сборкам и по партворкам. С вами был Андрей, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok